Здравия желаю, товарищи зрители и подписчики канала, Паша Фримон с вами снова на связи и улитки 25 июля 23 года продолжают работать над дорожной картой. И вот у нас вышло обновление, которое довольно сильно поменяет War Thunder, особенно для тех, у кого есть премиумный аккаунт. И давайте обо всем по порядку поговорим. И первое изменение этого обновления это получение страховки, так называемой, от ухода в минус по итогам боя для тех, у кого есть премиумный аккаунт. Для того, чтобы его активировать, вам необходимо, чтобы в игре была установлена автоматическая закупка потраченных выприпасов, а также автоматический ремонт всей техники после боя. То есть у вас должны быть активированы две вот эти вот галочки внизу, там где у вас сетап техники находится. Если они у вас включены, то страховка от ухода в минус у вас будет активирована. Далее улитки приводят пример, как это будет работать. И если вкратце, то компенсация трат рассчитывается исходя из заработка в сессии без учета штрафов за уничтожение союзников. То есть если вы своего союзника случайно, например, уничтожили, вы все равно за это заплатите. Эта страховка не покроет данный момент. А вот ремонт техники и пополнение боекомплекта будет вам компенсироваться в случае, если вы отыграли крайне плохо. Такое иногда бывает, когда вы, знаете, выезжаете в бой, пытаетесь куда-то проехать, и вас просто на простреле уничтожают. Вы ливаете из боя, и вот в таком случае вы не будете уходить в минус. Разумеется, если вы там набиваете фраги и делаете хорошее количество активных действий, там, конечно, эта механика работать, по идее, не будет, потому что вы и так уйдете в плюс. То есть, по сути, мы с вами получаем страховку от очень плохого боя. Если у вас есть премиумный аккаунт, конечно. У кого примака нет, разумеется, эта механика работать не будет. Следующее, что улитки добавили в этом обновлении, это бесплатный ремонт техники при уничтожении союзником. Ну, тут все просто, если вас уничтожил союзник, там, и восьмой бомбу, например, сбросил, там, завалил половину вражеской команды и половину собственной, и вы были одним из тех союзников, которых уничтожил свой, вы не будете платить за ремонт техники теперь. А в авиационных симуляторных боях при уничтожении вашей техники союзником следующее возрождение на технике будет бесплатным. То есть, наконец-то улитки начали немножко даже симуляторными боями заниматься. Далее добавили подробный лог наград после боя. Если вкратце, то после окончания боя вы можете расширенную таблицу посмотреть своих действий. То есть, выглядеть она будет примерно вот так. То есть, вам будет показываться, сколько вы там технику уничтожили, за какую технику вам сколько дали, соответственно, за награду то же самое, там, какая награда, сколько вам чего принесла. Также добавили возможность скопировать эти результаты боя в буфер обмена и поделиться, например, ими в социальных сетях. Выглядит это вот так. Будет внизу справа указываться нажмите Ctrl-C, чтобы скопировать итоги боя в буфер обмена. Данные расширенные таблицы будут доступны только в основных игровых режимах. То есть, танковых, аркадных, реалистичных и симуляторных, авиационных, аркадных, реалистичных, симуляторных и в морских, аркадных и реалистичных боях, а также в вертолетных. Всякие события и временные режимы такую статистику получать не будут. Следующая новая фишка для тех, кто платит денежку улиткам, это набор дублеров в комплект премиумной техники. Теперь при покупке машины вам будет перед ее, соответственно, оплатой указываться, сколько дублеров вы получите. Количество дублеров будет зависеть от ранга техники. Это будет очень удобно, особенно для тех, кто покупает себе свой единственный, например, топовый прем, какой-нибудь трус, чтобы этот игрок выходил в бой хотя бы два раза, а не один, как это бывает после покупки топовых премов. Следующая новая механика, которую я, кстати, довольно давно ждал, это добавление очков миссии за помощь союзникам. Теперь в танковых боях за каждую починку вы будете получать 40 очков миссии, но не более 10 раз за сессию для противодействия нечестной игре. А за помощь пожаротушения вы будете получать 150 очков за каждую помощь. Тут вы уже можете получить это без ограничений, но помощь пожаротушения, по своему опыту скажу, довольно редкое явление, но тем не менее за него вы будете что-то получать теперь. А в броских боях помощь в ремонте идет автоматически, если вы просто рядом с союзником находитесь. И так как один корабль может получить очень много повреждений и кучу раз ремонтироваться и тушить пожар, то вы будете получать там всего по 10 очков миссии за каждую починку и также не более 10 раз в сессию. Ну и последнее изменение, это доработка механики дублированного управления огнем. Теперь, если на танке есть система дублирования управления огнем, то есть командир может вести огонь вместо наводчика, то в таком случае, перед тем как командир сможет взять огонь на себя, ввели задержку перед использованием командиром танка, дублирующих органов управления огнем. Перехват управления будет обозначен круговым индикатором вокруг индикатора пересадки на место наводчика. Если же при этом в момент поражения наводчика в прицеле командира используется режим дубль, то есть вы сразу командиром целитесь и стреляете через него, то командир прихватывать органы управления будет без задержки. Ссылку на эту новость я оставлю в описании, тут же вы можете посмотреть дорожную карту, какие нововведения были уже введены на данный момент. Соответственно, игра у нас становится лучше, изменения всякие разные у нас приходят в игру и это очень хорошо. Посмотрим на стримах, как это все будет выглядеть, поэтому жду вас на трансляциях. Я буду стараться стримить каждый день. Что вы думаете по поводу данных изменений? Делитесь в комментариях, если ролик понравился, был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Не забывайте также переходить по всем моим ссылкам на разные мои социальные сети, на мой второй канал, на Boosty и пользуйтесь рефералкой, если донатите в Rotander, в Enlist или в Crossout или даже в мобильную тундуку, тогда тоже рефералка работает. Вы получите небольшую скидку и мою блогерскую наклику в подарок. А с вами был Паш Фриман, всем удачи, счастливо и пока-пока.